Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, и в этом видео я хотел бы с вами порассуждать на тему брака первых ревизий консолей, а если быть конкретнее, ответить на вопрос, стоит ли покупать консоль сейчас, или лучше немного подождать более лучших версий. Как всегда, перед началом видеоролика попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вы хотите его поддержать, а также ловите промокодик на Алиэкспресс, с помощью которого вы получите скидку на первую покупку в 10-50 рублей при сумме заказа от 500 рублей. На Алиэкспресс много всяких штук для консолей, поэтому если что, промокодик я оставлю в описании. И помимо этого, напишите в комментариях вашу позицию по этому поводу, будете брать на старте или немножко подождете. И давайте начнем. Начнем с того, что в сети наблюдаю очень много вопросов, опасений по поводу неудачных первых ревизий. Мол, что делать, купить сразу или подождать, а вдруг у меня что-то сломается, что-то с ней будет и так далее. Просто во времена Xbox 360 очень много консолей просто получили перегрев, красное кольцо смерти. Кстати, мой самый первый Xbox 360 тоже словил эту тему. Во времена Xbox One была такая тема, что у кого-то консоли просто гудели, у кого-то не включались, у кого-то трещали. В общем, у каждой консоли вначале были те или иные проблемы, и даже уплойки. И глядя на них, многие кидают опасения на первой ревизии, боясь, что у них что-то будет подобное. В принципе, это нормальное рассуждение, нормальный вопрос, так как никто не хочет оказаться в плохом настроении. Ну, представьте, купили Xbox Series X, с ним что-то не так, плюс вы как бы и без денег, и получается без новой консоли. Но у меня лично на эту ситуацию нет никаких опасений, я лично не боюсь получить какой-либо брак и купить консоль на старте, а именно первую ревизию. И сейчас я объясню почему. По Xbox One в первый день продаж, он у меня жив до сих пор. И отлично себя чувствует при условии, что в начале я на нем играл, наверное, по часов 6 в день, а то и больше. Сейчас я, конечно, играю чуть реже и меньше, поскольку времени у меня стало не так много. Но играю и активно пользуюсь, так же я ни разу его не обслуживал, не менял термопасту, ничего с ним не делал, кроме как, наверное, в начале пару раз прошелся пылесосом сверху решеток. Если что, у меня самая первая ревизия, которая появилась в России. И единственное, что у меня сломалось, так это Kinect и геймпад. Все. Консоль у меня осталась целой и до сих пор офигенно работает без всяких «но». Кстати, записано геймплей именно с моей старушки. В момент покупки, когда я прям ехал за Xbox'ом, в сети начались бурные обсуждения над тем, что кто-то принес домой консоль с раннего старта продаж, и она либо не включалась, либо капец как что-то жужжало, и таких было проблем много. Я когда шел, ссыковал, блин, я не хочу так же, но потом, если чуть-чуть подумать над этой всей ситуацией, то становится ясно, что массовые проблемы происходят не из-за того, что это первая ревизия или она плохая. Консоли, кстати, был год, поскольку в Россию привезли через один год после официального старта, ибо она немножко у нас задержалась. А из-за того, что первые дни или первые недели, они самые массовые в покупке. И поэтому всякий брак, недочеты видны более явно. Это, знаете, наверное, сравнимо с какой-нибудь болезнью. В мире всегда болеют люди, но есть такие периоды, в которых болеют многие, и поэтому у всех психологически есть большая опасность заболеть. И коль мы заговорили о здоровье, всем желаю здоровья, не болейте, а кто заболел, тот пусть выздоравливает, ибо все-таки новые консоли прям вот-вот выйдут, и нужно будет за ними идти. И с консолями, по сути, то же самое, они ломаются всегда, с первой до последней ревизии. Но в первой неделе или даже месяца будет больше историй, поскольку в этот период просто больше купили консолей. И тут, знаете, кому-то везет, а кому-то нет. Да, разница в ревизиях существует, но для пользователей, я думаю, что она не такая заметная и глобальная. О чем речь, если у кого-то фатка там сломалась через полтора года, а у меня живет до сих пор. В подтверждение моих слов приведу пример моего друга с Хабаровска, купил себе полгода назад Xbox One X, и через какое-то время он у него просто вот как-то хлопнул, и все, больше не включался. В итоге он обращался в техподдержку, его просто починили, и все. В принципе, конец истории. Поэтому по поводу поломки, на мой взгляд, можно трястись даже после того, как выйдет самая последняя ревизия. Рассуждая на эту тему, а именно в плане поломок, мне показалось, что объективнее и информативнее было бы лучше спросить у того, кто эти консоли чинит. Поэтому я обратился к Лехе с канала Xbox Flash, который, собственно, и занимается ремонтом, и по сути является мастером своего дела. Кстати, очень советую подписаться на его канал, поскольку он вам расскажет о консолях с технической точки зрения намного лучше, чем кто-то другой. Если что, ссылочку на его канал я оставлю в описании, а также в подсказке. В общем, я ему задал несколько вопросов, на которые он дал свой ответ. Лех, а действительно ли первые ревизии такие плохие, ну, в плане частоты поломок? Говорить за все бренды игровых консолей, это было бы неправильно. Но что касается компаний Sony и Microsoft, еще в седьмом поколении приставок они столкнулись с определенными трудностями. Это как раз были первые ревизии Xbox 360, которые показывали красные огни, и первые модели PS3 с желтыми огнями. Однако в восьмом поколении игровых устройств все поменялось. Компания Microsoft уделила огромное внимание технической части своего Xbox One. Тем самым, можно сказать, консоль получилась удачной и беспроблемной. А вот компания Sony пока не особо стремится повысить качество оборудования. Именно поэтому первые ревизии PS4 так и остались самыми проблемными. Ломаются ли следующие ревизии и как по сравнению с первыми? Новые ревизии консолей меньше подвержены поломкам. Но по статистике у новых моделей страдает ремонт пригодность. Она падает примерно на 30%, в отличие от старых ревизий. А с каждым годом ремонтировать игровые устройства становится сложнее. А что по качеству лучше, плойка или Xbox? Запчасти, сборка и так далее? На данный момент я могу опираться только на видеоролики из интернета. И то, что видел, однозначно могу сказать, в плане качества определенных комплектующих Sony уступает компании Microsoft. А какие проблемы ты можешь предсказать в новых консолях? Предсказать поломки в новом поколении сложно. Но если опираться на основные, то это отвал процессора, проблемы при установке новых прошивок, выход из строя системных накопителей и неисправность игровых контроллеров, а именно основного механизма управления. И, пожалуй, последний вопрос. Советовал бы ты брать консоли на старте или лучше подождать следующих ревизий? Пока вы будете думать, другие будут покупать и играть. Если вас устраивает библиотека игр девятого поколения приставок, тогда выбор очевиден. Но если смотреть с технической точки зрения, то я бы, наверное, подождал обновленную ревизию игровых устройств. Кстати, в девятом поколении игровых консолей мне больше импонирует Xbox Series X. Поэтому именно он и появится первый на моей полке. Лехе большое спасибо, что уделил время на ответы данных вопросов. Еще раз напоминаю, что у него есть канал на YouTube, поэтому обязательно подписывайтесь. На его канале вы найдете качественный и, самое главное, интересный контент по технической части консолей. Что касаемо технической точки зрения, я ему полностью доверяю, поскольку он починил просто, наверное, нереальное количество консолей, и ему нет смысла не доверять. Поэтому то, что вы услышали по поводу качества ревизии и тому подобное, это так и есть. Со слов Лехи, можно, в принципе, также сделать вывод, что консоли ломаются и, скорее всего, будут ломаться, поскольку это техника и, как мы все знаем, ничего не вечно. Как по мне, ответ на последний вопрос и, пожалуй, самый главный в этом видео по поводу покупки в начале или в конце поколения кроется в вашем желании. Можете себе позволить и хотите играть прямо сейчас, покупайте здесь и прямо сейчас. А если же туго с бюджетом, вам не особо нужны новые консоли, поскольку вы можете поиграть пока что и на старых. И при этом хотите взять чуть лучше консоль в техническом плане, можете без проблем подождать и купить консоль потом. Но бояться за поломку или брак, на мой взгляд, можно прямо до самого конца. Единственное, на что еще хотел бы обратить ваше внимание, это то, что при поломке или каком-то браке у Xbox есть просто офигенная техподдержка, которая, по сути, вам, если что, заменит или починит консоль, если у вас не из стекла гарантия. Поэтому, если вы берете консоль от Microsoft, знайте, что у вас есть целый год, чтобы проверить, чтобы потесить, и в случае чего вам бесплатно ее починят. Если у вас гарантия из стекла или вы просто не хотите обращаться по каким-то причинам в техподдержку, то вы можете без проблем обратиться к Лехе. Я думаю, что он без проблем вам все починит, поскольку он как раз таки занимается ремонтом всего этого. Также, кроме технической части консоли, я хотел бы обратить внимание на курс. Как вы все знаете, он нестабилен, растет, и купив, к примеру, эту консоль потом, через год или полтора, ценник может быть выше. Ибо это все-таки импорт, и фиг знает, что у нас будет потом. Но при этом всем есть еще один нюанс, который стоит учитывать. Это бандлы. То есть, не купив сейчас, потом вы можете приобрести бандл с какой-нибудь там игрой или же с офигенной расцветкой. Ну, к примеру, как Xbox One X или Cyberpunk. А может быть, вовсе потом когда-нибудь выпустят Xbox Series X без дисковода. Конечно, не факт, но все же. Да, это может быть не так для вас глобально, но все равно это стоит учитывать. На мой взгляд, повторяюсь, опирайтесь на ваше желание. Если очень хочется сейчас, надо делать прямо сейчас. По сути, живем один раз, фиг знает, что будет впереди, и если вам действительно этого хочется, прям вот, прям, ну, нереально хочется, надо это делать. Ибо не сделав сейчас, вы, наверное, можете потом пожалеть по каким-то причинам. Лично я уже предзаказал свой Xbox, пойду забирать прямо в первый же день, ибо в данном случае я не хочу ждать и куплю один из первых. Также напоминаю, что если вдруг вам что-то не понравится, и вы захотите там купить новый бандл, вы всегда сможете его продать. Новые консоли будут уходить как пирожки, о чем речь, если даже сейчас Xbox One S на Авито активно продается при условии, что вот-вот выйдет новое поколение. Поэтому, если есть желание, надо делать. На этом, в принципе, все, вот такой вот видос. Если вы согласны с моим мнением, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Если что, на моем канале и обзоры новых консолей будут, и аксессуары, и тому подобное. А также обязательно пишите свое мнение по этому поводу. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok